Харткировские школьники ознакомились с работой Республиканского центра защиты леса. Ученики школьного лесничества приезжали в Сыктывкар на экскурсию. Инженеры-лесопатологи рассказали, какие болезни угрожают нашим лесам и научили молодых лесничих выбирать семена. Константин Куратов о грибах и паразитах. Грибы – явный признак, что дерево нездоровое. Еще большая беда насекомые, например, карает типограф. После его трудов дерево засыхает. Если время упущено, на таких участках приходится проводить санитарную вырубку. Чтобы остановить заражение вредителем, лесопатологи с весны до зимы по несколько недель осматривают леса. Помогает и дистанционная геоинформационная система. Когда происходит какая-то аномалия на поверхности земли, она каким-то образом все равно вырисовывается на космоснимке. Вот, допустим, здесь видно, что вот этот отпечаток, чем-то было оставлено. Специалист по грибинологиям, в принципе, должен разбираться в этих так называемых следах. То есть каждая аномалия, она все равно оставляет свой какой-то след. По этому следу можно сказать, что это произошел довольно-таки мощный, хороший ветровал. На вырубках далеко не всегда деревья могут восстановить свою численность естественным путем. Поэтому их надо высаживать. Все семена для питомников отбирает в центре защиты леса. Шишки собираются все раздельно по породам. Далее они сушатся, на шишках сушилках при определенной температуре каждая порода. И обескрыливаются, то есть убираются вот эти вот крылаточки. Семена у нас остаются чистенькими. И формируют в партии семян. При помощи счетчика-раскладчика готовят семена к проращиванию. Это получилось даже у школьников. В Карткеросе школьное лесничество существует давно, но в последние годы его работа остановилась. Сейчас его пытаются возродить. В этом году планируем более такую широкую работу. И рубка ухода, и работа в лесу. И мы хотим облагородить территорию, куда наши односельчане ходят отдыхать. В Коми-центре защиты леса отмечают. Работа действительно оживилась. На сегодня в Коми действует 22 школьных лесничества в 13 муниципалитетах. Но впервые они проявили интерес к лесопатологам. Кстати, на экскурсию уже напросились и другие школы. Константин Куратов, Павел Фичисов, телеканал Юрген, Сыктывкар.